Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствия и почтения вашему вниманию. Помните эти две вещи и будьте собой в 5D. Арктурианский совет 9D через Даниэль Скрентона. 4 марта. Привет! Мы Арктурианский совет. Мы рады общению со всеми вами. Мы с нетерпением ждем того, что человечество выберет следующим способом объединения и ускорения пробуждения по всей планете. Тем из вас, кто уже проснулся, действительно необходимо воспринимать все, что происходит на планете Земля, как совместное творение, цель которого состоит в том, чтобы собрать больше людей вместе в признании того, что вы все едины, как человеческая раса. Для вас важно видеть все через эту призму. Вы видите разницу. В одном сценарии вы могущественные сотворцы, а в другом – жертвы. Вы можете выбирать как на макрокосмическом уровне, так и на микрокосмическом уровне. Другими словами, все, что происходит в вашей жизни с друзьями, членами семьи, коллегами, соседями, любовниками, происходит не потому, что вы являетесь жертвой чьей-то травмы или нарциссизма, или, как бы вы это ни назвали, когда вы испытываете что-то на личном уровне, вам также необходимо рассматривать это как свое совместное творение, призванное помочь вам пробудиться к истине о том, кем вы являетесь на самом деле, как к безусловной любви. Конечно, самое сложное – это детали того, как это сделать в каждом сценарии вашей жизни. Нам легко это сказать, а вам сложнее это осуществить. Именно поэтому мы здесь для вас, чтобы получить долгосрочный опыт вашего вознесения. Мы не собираемся просто сказать вам то, что многие другие говорили вам в прошлом, а именно, что вы все едины и что вы являетесь источниками энергии и, безусловно, любви, а затем предоставим вам самим разбираться со всем остальным. Мы хотим рассказать вам, как изменить свое восприятие реальности до такой степени, чтобы вы могли интуитивно познать эту истину и говорить, думать и действовать соответственно. Итак, первое. Что вы должны сделать, когда дело касается мира в целом и вашей личной жизни? Это принять все таким, какое оно есть, и признать, что это ваше творение. Далее. Вы должны быть готовы заметить, когда снова начнете сопротивляться этому, независимо от того, что это такое, и просто отпустить. Не продолжайте мыслить в том направлении, которое позволяет вам чувствовать себя оправданным в своем сопротивлении. Вместо этого больше практикуйте отпускание. Далее вам нужно посмотреть, как нынешнее стечение обстоятельств служит вам. Это не значит, что вам нужно выяснить, как все это произошло. Вам не придется распутывать гигантский запутанный клубок пряжи. Вам просто нужно посмотреть на это как есть и сказать, это должно мне как-то служить. И я готов, готова понять, как именно это работает. И когда вы открыты для получения этой информации, которая расскажет вам, как она вам служит, у вас больше шансов ее получить. В конечном счете вам нужно будет что-то исцелить, простить, отпустить или проявить сострадание в тех обстоятельствах, с которыми вы столкнулись. Как только вы доберетесь до этого места, вам придется продолжать делать выбор, подняться над мелочностью эго и стать своим источником энергии «я» в мыслях, словах и действиях. Когда вы это сделаете, вы почувствуете такое облегчение, потому что подниметесь над уровнем сознания, на котором многие работают на протяжении всей жизни. Вы почувствуете себя единым со всеми. Вы почувствуете большую связь со всеми остальными во Вселенной и с источником. И тогда вы сможете жить долго и счастливо, потому что ничто не сможет вас сломить. Но это требует практики, согласованных усилий и напоминаний. И это еще кое-что, что мы делаем для вас с помощью этих сообщений, которые приходят почти ежедневно. Сейчас мы напоминаем вам, что любовь – это все, что есть, а все остальное – иллюзия. И мы напоминаем вам, что вы – существа источника энергии, притворяющиеся людьми. И когда вы помните об этом, вам становится легче быть тем пятимерным существом, которым вы всегда хотели быть в этой жизни. Мы – Арктурианский совет, и нам было приятно общаться с вами.